Арина Лукьянцева Арина Лукьянцева Арина Лукьянцева Однако достаточно быстро потерял контроль над развитием игры. Уже в 1875 году требования были изменены. Новый свод правил был разработан в Марилибонском крикетном клубе. Теннис начал стремительно развиваться во всем мире и уже к концу 1870-х распространился во многих странах, в том числе и в России. Первая теннисная секция была организована при Санкт-Петербургском крикет-клубе. В июле 1877 года прошел первый турнир, организатором которого был всеанглийский клуб лаунтенниса и крокета. Сейчас, по мнению авторитетных изданий, теннис – это игра, входящая в пятерку мировых популярных спортивных соревнований. Видно, приобщиться к миру этого вида спорта можно в теннисной академии под названием «Территория тенниса». Наш клуб открылся в 2021 году. На сегодняшний день у нас есть пять кортов с профессиональным покрытием хард, с профессиональным освещением, которое предназначено для проведения международных соревнований. Очень красивый панорамный вид на нашем пятом корте. Теннис – это спорт для всех возрастов, полов и уровней подготовки. Он помогает держать в тонусе все группы мышц, хорошо развивает дыхательную систему и сердечную, способствует закалке иммунитета и оздоровлению организма, позволяет снять психологическое и физическое напряжение и положительно влияет на процесс восстановления нервной системы. С каждым годом этот притягательный вид спорта приобретает все большую популярность и распространение среди детей, молодежи и старшего поколения. В территории тенниса занимаются как профессионалы, так и любители. Вообще бывает, и в три с половиной года приходят, и в три года приходят. Ну, то есть все зависит индивидуально от ребенка. Но в целом, как показывает практика, 5-6-7 лет можно начинать. Проходят тренировки достаточно интересно в игровой форме. Дети, то есть с маленького возраста, начинают прям играть, обмениваться ударами. И, как бы, мне кажется, это очень хороший вид спорта для детей, особенно самых-самых маленьких. Я работаю в основном со взрослым контингентом. Эти люди в основном приходят хорошо провести время, получить активность какую-то, снять стресс. Просто в целом для хорошего настроения. На турниры суперпрофессиональные, конечно же, в возрастном возрасте попасть нельзя. Но любительские турниры, они абсолютно разных категорий. Есть любительские турниры с людьми, которые очень хорошо играют. То есть могут даже с профессионалами посоревноваться. И туда можно попасть, начав с абсолютно любого возраста. Я тренирую и детей, и взрослых. Разница очень большая. Но, опять же, если профессионально с детьми заниматься, это другая тренировка идет. Там больше индивидуально обращаешь внимание больше на технику. Отрабатывается больше элементов. С любителями другая техника. Работа там тоже нужна техника. Но, опять, не другие цели на тренировочные. Больше база на любителя, чтобы играть. Умели играть правильно. Правильно попадали по мячу, самое важное. А у детей другая цель, чтобы достичь уровня профессионального, чтобы играть в турниры. Игра один на один называется одиночной. Два на два – парной. Цель – направить мяч в сторону противника так, чтобы тот не смог отбить подачу. Отражать удар нужно быстро. Мяч может коснуться корта только один раз. С самого юного возраста теннисисты участвуют в турнирах. Безусловно, соревнования для каждого возраста и уровня подготовки имеют свои особенности. Самые младшие дети вот сейчас уже играют соревнования на маленьком корте. То есть, есть маленькая сетка на корте, которая ставится на четверг, на половину корта. И они играют красным мячом. Он чуть больше, весит легче, чем взрослые мячи. И в этой категории красный мяч на маленьком, комфортном, для всей расстоянии дети играют в турниры. Дальше, следующая категория – оранжевый мяч. Это уже больше, чем половина корта. Но не полностью весь корт занимает. И вот этот оранжевый мяч, он легче, чем взрослые мячи, но по размеру уже соответствует взрослому мячу. Это уже следующая категория. Но это еще не все. Дальше идет зеленый мяч. Уже дети играют полностью на весь корт, как и взрослые, но играют облегченным мячом, зеленой точкой. И только уже после 11 лет, 12, они начинают играть как взрослые, взрослыми мячами, полностью на большом корте. По субботам у нас проходят соревнования детские турниры с нашими партнерами. Каждое воскресенье у нас проходят турниры в различных категориях для взрослых. Женские, мужские, спарные, абсолютно разные. И также у нас в клубе можно прийти и провести какой-то свой турнир, который вы хотите. Мы также готовы, открыто предоставить нашу площадку для проведения различных турниров и различных мероприятий. Наши дети первые места, вторые победители док-турниров, победители основных турниров различных категорий. Начиная от красного мяча и до желтого, до 15 лет. И также взрослые. Вот сейчас был у нас воездной турнир, который проводился у нас. Команда территории тенниса заняла третье место среди 12 команд. Это хороший очень результат. Мы гордимся нашими игроками. В теннисе можно выделить ряд основных ударов. Любая игра начинается с подачи. Это самый сложный и важный элемент. Во многом от того, насколько хорошо спортсмен владеет этим техническим навыком, зависит его успех на турнирах. Форхенд или удар справа. Если быть точнее, то удар той рукой, которая является ударной для теннисиста. По статистике приносит около 40% всех очков за матч. Поэтому техника исполнения должна быть максимально отработана. Удар обратным хватом называется бэкхенд. Он выполняется с неудобной игроку стороны, то есть в большинстве случаев слева. В отличие от форхенда, по направлению к мячу движется уже не ладонь, а тыльная сторона кисти. Для удара с лёта важно не то, как спортсмен умеет подставлять ракетку и под каким углом, а как работает ногами, чтобы максимально вовремя подойти к удару. Приём используется, чтобы сократить время на обдумывание решения и не оставить шансов сопернику. Также выделяют два вида ударов, в исполнении которых используются вращения. Кручёные и резанные. Кручёный мяч – это мяч, по которому нанесён удар ракеткой, описавший траекторию сзади, снизу, вперёд, вверх. В этом случае мяч пролетает высоко над сеткой и запасом попадает в корт. Удар помогает теннисисту удержать мяч в пределах площадки, даже в тех случаях, когда он летит с большой скоростью. Резанные, или как их ещё называют слайсы, это удары, при которых игрок придаёт мячу нижнебоковое или нижнее вращение. Удар считается довольно коварным, поскольку из-за сильного обратного вращения в сочетании с низким отскоком отразить противнику его затруднительно. А в тренировке что больше всего нравится? Какая часть? Когда мы отбиваем мячи. Мне нравится, когда мы отбиваем мячи и попадаем в башню. А какие удары вы уже умеете делать? Слева-справа ещё. Слева-справа. И сверху? Подачу мы умеем делать сверху и снизу. Я решила играть в теннис, потому что это активная игра. Перед началом игры судья бросает жребий. Тот, кто выигрывает, выбирает, будет он подавать или принимать подачу. А другой игрок, в свою очередь, определяет сторону, на которой начнёт партию. Любители, любители именно, выбирают больше приём. Профессионалы подачи. Когда-то я выбираю подачу, потому что подача у меня очень хорошая. Когда-то я выбираю приём. Ну, по соперникам. Если соперник сильный, то приём. Если слабый, то подача. У меня лучше всего получается с лёта играть. Перед игрой я волнуюсь, переживаю. Но когда я начинаю играть, то мне становится нормально. Я советую пойти в теннис, потому что здесь очень увлекательно. Все ракетки для большого тенниса можно разделить на три вида. Любительские подходят для начинающих игроков. Клубные обладают средней или высокой мощностью и больше всего подходят для теннисистов со средним уровнем игры. И спортивные используются профессиональными игроками и теннисистами с высоким уровнем игры. Также ракетки могут отличаться по таким характеристикам, как размер головы, вес, баланс и жёсткость. У взрослых это одни ракетки, у детей это другие ракетки. Детям они подбираются в связи с возрастом и ростом. А взрослым в связи с полом, опять же, мужчина или женщина. Девушкам, допустим, чуть-чуть полегче, мужчинам потяжелее. У них есть размер головы, размер рукоятки. Опять же, если рукоятка, рука, допустим, большая, то есть там шире, это всё подбирается, нет никаких проблем. В целом они сейчас все такие достаточно неплохие. То есть, да, понятное дело, что есть профессиональные ракетки, есть ракетки для любителей. Если игрок, допустим, взрослый человек пришёл только-только попробовать и взял ракетку в руки, он сначала вообще не поймёт. То есть он поймёт только, наверное, лёгкое и тяжёлое. Но в дальнейшем, если продолжать заниматься и набираться опыта игры, то понятное дело, что разница будет ощутима. Плюс ещё помимо самой ракетки у нас же есть ещё струны, струнная формула. Тут, ну, можно хорошо поиграться. Плюс, да. Для первой тренировки вам не нужно приобретать ни ракетку, ни мяч. Территория тенниса предоставит инвентарь и тренер посоветует, что выбрать в дальнейшем. Для первого раза необходима лишь спортивная форма и теннисные кроссовки. Теннисная обувь Теннисная обувь – это особенная обувь, потому что у теннисиста передвижение, как правило, из стороны в сторону. И у теннисистов именно кроссовки, которые держат стопу. В теннисе есть две подачи. И обязательно один мячик у подающего в руке, а другой кладётся либо в юбочку, под юбочку, где есть специальные леггинсы. Либо у мужчин – это шорты с большими карманами. На первом этаже у нас в территории тенниса есть магазин спортивный, в котором вы можете… Профессиональный теннисный, в котором управляющий магазин подберёт для вас ракетку, подскажет, какая лучше подходит для вашего роста, для веса, что нужно ребёнку, какая ракетка подходит взрослому. Он вам посоветует, какие кроссовки нужно для занятия теннисом, порекомендует какую-то спортивную одежду, мячи. И вы всё можете подобраться. У нас территория тенниса. Для этого вам не надо куда-то ездить. У нас есть всё. Тренер в теннисе – это не просто инструктор, но и наставник, вдохновитель и поддержка для игрока. Он несёт ответственность за формирование технических навыков, тактического мышления и физической подготовки. Более того, тренер играет ключевую роль в формировании характера и ментальной устойчивости теннисиста. Самостоятельно добиться высоких результатов не удастся. А также, воздерживаясь от занятий с тренером, возрастает риск травм. Если игрок придёт, ни разу не держал ракетку в руках и вдруг начнёт что-то здесь сам пробовать играть, вот это будет травмоопасно. Поэтому лучше сначала получить какие-то первые навыки игры и только потом уже начинать заниматься, может быть, с кем-то, с приятелями, с друзьями или здесь, с группами. Бывают люди здесь, знакомятся, объединяются и начинают уже продолжать заниматься. Иногда вот смотришь на людей, которые приходят сами играть, либо с кушкой заниматься. К большому сожалению, они не развиваются технически, то есть их технические возможности сильно ограничены, потому что нет взгляда со стороны, нет правильно поставленной техники, сами они себе её поставить не могут. У нас большая команда профессионалов, хорошие тренеры, которые все с высшим образованием, с большим опытом. Наши тренеры стремятся привить нашим детям их любовь к спорту и, конечно же, стремиться чего-то достигнуть в спорте. Все наши тренеры очень открыты и готовы к контакту с родителями. Они всегда общаются, обсуждают, слушают пожелания родителей, что они хотят увидеть в ребёнке. В большом теннисе также есть теннисная пушка – специальное приспособление, которое позволяет проводить полноценную тренировку без спарринг-партнёра. Эта машина заменяет человека, который накидывает мячи. Но разница в том, что человек никогда не сможет сделать два одинаковых удара с равной скоростью и силой. Так что пушка позволяет оттачивать технику. Благодаря её использованию открываются огромные возможности для экспериментов. Например, менять положение рук, чтобы понять, какой же удар удаётся лучше всего. Там различные режимы. Может быстрее, может медленнее. Человек знает, как настроить, или специалист приходит, показывает. И тогда человек может тренироваться таким образом. Большой теннис – один из самых энергозатратных видов спорта. Спортсмены вынуждены не столько бегать, сколько прыгать и отбивать мяч, делая частые замахи руками. Большое внимание во время тренировок уделяется повышению выносливости и нагрузке на всё тело. Регулярные занятия теннисом повышают скорость реакции и способность концентрации внимания на отдельных объектах, что, в свою очередь, положительно влияет на разные сферы жизни. Кроме того, большой теннис отлично сочетается с другими видами спорта. Теннис – такой достаточно сложный координационный вид спорта. И поэтому, если дети или взрослые занимаются помимо теннисом ещё чем-то, вот если говорить, допустим, о детях, то это, опять же, может быть, какая-то гимнастика, плавание, просто ОФП, лыжи. Ну, всё, что угодно. И всё, что развивает всестороннее, нам будет здесь только на руку. Потому что, если ребёнок хорошо физически развит, у него сразу плюс-минус хорошие результаты. Если ребёнок, допустим, вообще первый раз пришёл в спорт и сразу попал в теннис, ну, есть такая вероятность, что ему будет достаточно сложновато вначале. Изначально я хотела с детства на теннис ходить. Ну, то есть я как-то показывала родителям, что я как-то махаю руками, играю в теннисный мяч. Ну, это было моё желание. Благодаря этому виду спорта я стала быстрее бегать, больше раз прыгать на скакалке, стала более спортивной формы и даже немного сбросила вес. Территория тенниса – удобный, комфортабельный комплекс. На втором этаже находится кафе, где можно подкрепиться, поработать, подождать ребёнка занятий. На третьем – обзорная площадка с видом на корты. Также этим летом Академия открывает лагерь для детей от 4 до 15 лет, где помимо занятий теннисом будут проходить разнообразные развивающие мероприятия. Будет тренировки два раза в день, утром тренировка, вечером игра. Также детей будут два раза кормить. Плюс к этому у нас будет досуговая программа с нашими партнёрами, которые будут проводить с ними. Различные занятия – вы приведёте вашего ребёнка в 9 утра и заберёте в 6 часов вечера. Это будет у нас на территории тенниса. С ними будут сопровождающие. Это будет очень-очень интересная, увлекательная программа, которую мы подготовили для всех детишек на летний период. Записаться можно по нашим телефонам на территории тенниса, либо обратиться к нам на сайте, оставить заявку. Мест мало, но записаться ещё есть возможность. В соответствии с самым современным требованиям большого тенниса, профессиональное оборудование, квалифицированные тренеры, дружелюбный коллектив и последовательная работа на результат – всё это можно найти здесь, в Академии территория тенниса. Летом, помимо крытых кортов, можно будет также играть на свежем воздухе. Можно прийти к нам просто поиграть и разово арендовать у нас спорт и поиграть с друзьями, например, либо приобрести абонемент в клуб. И, естественно, это дешевле. Можно будет прийти и играть в разном формате. У нас есть на любой вкус. У нас есть групповые тренировки для детей и для взрослых, то есть пробные занятия. Можно прийти, поиграть, попробовать, посмотреть, понравилось, не понравилось, выбрать. Каждый человек может выбрать для себя удобный формат, в котором ему комфортно заниматься. Это может быть индивидуальная тренировка, это может быть сплит-тренировка, когда один тренер и два человека, либо это мини-группа, полная группа, полноценная. Мы работаем на любой формат, на любой запрос. Также у нас сейчас открываются летние корты, на которых вы можете прийти, поиграть на свежем воздухе, на солнышке. Очень уютно, тепло и здорово. Там значительно ниже цена. Вы можете прийти к нам, поиграть на открытых портах. Можно еще долго говорить про большой теннис. Лучше просто прийти и попробовать. И уже на собственном опыте ощутить все прелести этого вида спорта. Теннис, такой вид спорта, можно учиться всю жизнь играть. Это, грубо говоря, как изучение языка. С каждым годом, с каждым днем что-то новое добавляется. Мы готовы расти чемпионов. Мы готовы тренировать любых людей, которые приходят к нам, которые хотят играть, которые заинтересованы в этом. И мы будем рады каждому игроку. А на сегодня это все. С вами была программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Будьте здоровы, занимайтесь спортом и играйте в большой теннис. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!